Щитовидная железа Весит всего-то 15-20 граммов Но функцию, которую она выполняет в человеческом организме Не соизмерить с ее размерами Ассаламу алейкум, дорогие телезрители Мы в прямом эфире И с вами программа Макс де Маселе И тема нашей передачи Очень актуальная и распространенная Заболевание щитовидной железы В простонародье ее называют зоб Какие виды зоба существуют И какие из них самые распространенные Расскажут гости нашей сегодняшней студии Сегодня у нас в гостях Блистательные врачи-эндокринологи Это Жангинхан Аблайула Доктор медицинских наук Профессор, заведующий кафедрой И отделением эндокринологии Казахского национального медицинского университета Имени Асвиндярова И Легенов Аскар Шиндалыевич Врач-эндокринолог, доктор PHD Ассистент отделением эндокринологии Казахского национального медицинского университета Имени Асвиндярова Ассаламу алейкум Добро пожаловать Итак, давайте теперь вернемся Все-таки к теме щитовидной железы Жангинхан Ага Расскажите, пожалуйста, что такое щитовидная железа И вообще, какую роль она выполняет в нашем организме? То, что Серг сказал, самые маленькие щитовидные железа Но щитовидные железа есть и большие секреты маленьких желез Прежде всего, если коснуться истории Щитовидные железа выполняют первый Что это энергетический гормон Калорийные гормоны вырабатывают щитовидные железа Щитовидные железы – это единственный завод или фабрика Который обеспечивает организм Иод, содержащий гормонами всего человеческого организма И участвует во всех обменных процессах Которые происходят в человеческом организме Поэтому очень важная, прежде всего, функция щитовидной железы Это обеспечение организма микроэлементами йода Иодида И это позволяет нам в сегодняшний день остановиться той проблемой Которой медицинской, социальной, экономической затратной проблемой Это заболевание щитовидной железы Прежде всего, это эндемический зоб Что такое эндемический зоб? Эндемический зоб – это недостаток йода в человеческом организме Наш Казахстан, 60% территории йод дефицитный Потому что у нас нет океана Нет у нас моря Который испаряет морская вода И выделяется йод И мы дышим этим йодом Вернее, они дышат В нашей территории таких богатств нет Поэтому у нас весь регион Казахстана йод дефицитный 10% населения Казахстана Больше 10% в некоторых районах Страдает эндемическим зобом Эндемический зоб – это йод дефицитные заболевания В нашей стране есть закон Закон, который принят в Казахстане Как мы получили свою независимость Первый, один из первых законов, который принят в Казахстане Это йодопрофилактика йод дефицитных заболеваний в Республике Казахстан По этому закону мы обеспечиваем всего населения Йод, содержащим солью Йодированную соль Мы обеспечиваем население йодированным хлебом И сейчас мы йодируем даже микроэлементами, в том числе йодом, муки Это помогает нам восполнить организм нехватка йода Прежде всего, кто именно Страдает йододефицитным заболеванием Самое уязвимое звено – это дети и Женщины Женщины Поэтому в каждом доме, если есть соль и йодиды, содержащие препараты, должны стоять на столе Я всегда говорю Пример я всегда показываю и говорю Как доктор, в моей семье Мои дети и супруга и внуки Принимают йодомарин То есть, там определенное количество, да, получается Да, йодомарин И суточная потребность, ее содержащая Это для детей, это 50 и 100 микрограмм Для взрослого населения сейчас 100-150 Беременную женщину 200 микрограмм Это в день, в сутки В день, в сутки А это обеспечит морским питанием невозможно Асхар Сандалевич, вы и знаете Это столько надо морскую капусту кушать Сколько надо рыбы кушать Это невозможно и нереально Поэтому наше государство заботится О своей населении О будущем потомстве нашей Чтобы они были здоровыми Поэтому проводят йодопрофилактику в республике А у нас наряду телефонный звонок Ассаламу алейкум, добрый вечер, вы в эфире Что такое гипозно-токсический зоб? Гипозно-токсический зоб, да? Диффузно Диффузно Ну, Аскар Сандалевич, расскажите, пожалуйста, нам Что это за зоб? Что он из себя представляет? Диффузный токсический зоб Это одна из разновидностей патологии Самой щитовидной железы Это заболевание, связанное с гиперфункцией Щитовидной железы И теологически То есть, эта причина Изначально это аутоиммунные процессы То есть, когда в организме свой собственный иммунитет Начинает выделять определенные антитела Против, скажем так, щитовидной железы В результате этого происходит повышенная Как бы секреция гормонов Щитовидной железы в кровь И создается такое состояние, которое мы называем Тиреотоксикоз То есть, чем это сопровождается? Ну, во-первых, это клинические проявления Такие, как резкое похудание Первая такая, как бы, визитная карточка Это эндокринная офтальмопатия То есть, когда происходит своего рода пучеглазие Или мы это называем еще экзофталь Когда, ну, наверняка вы, наверное, видели Или встречались вам люди У которых глаза, как бы, на выкате Выпученные, да? Да, то есть, это одно тоже проявление того Что иммунитет начинает агрессивно Как бы выделять антитела против мышц Которые именно двигают глаз Глазодвигательные мышцы То есть, там создается воспаление Замещение соединения тканью И вот эти мышцы, как бы, выдавливают изнутри глаза Далее это учащенное сердцебиение Потливость, похудание Ну, там, различные нарушения дополнительные идут То есть, это, как бы, характеризуется именно повышенным содержанием гормонов щитовидной железы в организме Ну, получается, смотрите Вообще, этот вид зоба, патологии Он вообще распространен у нас в Казахстане или... Да? Да Согласно литературным данным и научным исследованиям Которые проводятся во всем мире И также, в том числе, в Казахстане Распространенность диффузно-токсического зоба На настоящее время Значительно высока То есть, мы имеем Частую, как бы, встречаемость Этого заболевания у нашего населения Жангенхан, Аблайла Ну, вот, давайте тогда остановимся На классификации, что ли, зобов Расскажите нам о классификации То есть, народ всегда спрашивает Пациенты тоже У меня, говорит, наружный зоб Или внутренний зоб Понимаете? Это, на самом деле, есть внутренний зоб И наружный Наружный, это видно В глаза Видно, что увеличена щитовидная железа А почему увеличена щитовидная железа? Только что мы говорили о том, что Это единственный орган, который обеспечивает организм Иод, содержащий гормонами Раз иода в организме нет И он старается, работает, работает, работает И увеличивается щитовидная железа Увеличивается в размере Чтобы обеспечить организм Иода, содержащий гормонами Поэтому его будет видно Поэтому на глаз Первой степени А И первой степени Б Всемирная организация здравоохранения Сейчас разделяет Первые степени А и Б А Б Ставится на основании Объема щитовидной железы Это проводится и УЗИ-исследование Вычитывается объем И ставится Эндемический зоб Эндемический зоб Один из разновидностей Это дефицит йода Только что Асхар Шандалевич сказал Диффузно-токсический зоб Слово токсический Это отравление в организме Происходит Токсическое отравление Из гиперфункции И в большом количестве Выделяет гормоны И это отравляет организм К этому, к сожалению Есть гиперфункция Гиперфункция Когда щитовидной железы Гормоны не хватает в организме Здесь клиника совсем другой Основные признаки Которые необходимо Обратить внимание Населению Это Слабость Отечная Симптоматика, да? Первые признаки Выпадение волос Ломкость ногтей И Отечность под глазами И Симптомы грязных локтей И В основном Сух с кожей На это, если обратить внимание Можно догадаться Что, наверное, у меня функция Щитовидной железы снижена И В дальнейшем пройдет Обследование Бывает, что Гипоплевия щитовидной железы Уменьшена в объеме И гормоны Которые вырабатывают Щитовидные железы Уменьшены Это Гипотирез А Наружный зоб Проблемы нету А есть ли Внутрный зоб Который Некоторые волнуются И говорят Есть внутренный зоб Да, внутренный зоб Это загрудинное расположение Зоба Ну, они Определяются УЗИ-диагностикой Еще есть Другие методы Радиозатопной Синтографии Эта методика доступна Везде доступна И в Казахстане доступна Мы определяем Где расположены Есть Даже есть Зоб Который Описывает И мои Пятидесятилетние Практики Подъязычный зоб И Подшелюстный зоб Есть Но Это Редкий Спорадический Случай Единичный Случай Но Основной Масса Населения И дети Срадает От Эндемического зоба Эндемический зоб Мы вернемся к нему Еще У нас телефонный звонок Ассаламу алейкум Добрый вечер Вы в прямом эфире Полгода назад Удалили щитовидную железу Организм Слабо восстанавливается Но Как бы Все перешло На мочевой пузырь Связана ли Щитовидка С мочевым пузырем Все понятно Оскар Шандалыевич Да От Ага Мы Ну Наверняка В данном случае После Полного удаления Щитовидной железы У данного пациента Развился Как уже Жанн Аблаевич Говорил Сниженная функция Щитовидной железы То есть Гипотиреоз То есть Безусловно Таким пациентам Везде сразу Назначается Заместительная терапия Проводится То есть Дается препараты Которые именно Покрывают Необходимую дозу Вот этих Гормонов Щитовидной железы Ну Бывают случаи Когда Либо Индивидуальная Чувствительность Или То есть Комплайнтность Кажет Каждого пациента Да То есть Прием препаратов Не полностью Покрывает Необходимое Количество И возникает Как бы Субклиническая Форма Либо Такой Манифестный Гипотиреоз Даже на фоне Приема Замещающей терапии Возможно Также Еще Состояние Такое Которое Сейчас Скажем Так Ну Не часто Но уже встречается Более Как бы По сравнению С предыдущими Ситуациями Там удаление Происходит Именно Пара щитовидных Желез То есть Это железы Которые находятся Возле щитовидной Железы Они микроскопические По размерам Маленькие Бывают ситуации Когда при операции При оперативном Лечении Они вместе С щитовидной Железой Производятся Удаление Потом это Соответственно Дает клинические Какие-то Проявления Вплоть до Инвалидизации То есть Это состояние Называется Гипопаратириоз Послеоперационный И он тоже Дает Скажем так В том числе Может давать И на мочевой пузырь То есть Здесь Ситуация Не полностью Была Озвучена Ясна Да Вот Человеком Звонящим То получается Здесь точно Возможна связь С мочевым пузырем По типу Гипотонии То есть Мочевой пузырь Как бы Свою функцию Выполняет Не на 100% За счет того Что произошел Как бы гипотирез А вообще Что бы вы Нашему телезрителю Посоветовали Ну во-первых Я бы посоветовал Ему Обратиться к эндокринологу По месту жительства Да И пройти обследование На содержание Гормонов Щитовидной железы В пределах В пределах нормы То есть Анализы Да По щитовидной железе То соответственно Там уже Более Развернутые Анализы Нужно будет Делать Направленные Именно на Обследование Самого Мочевого пузыря То есть Там может быть И не связано С вот этим Состоянием Может даже Психогенного Действия После операции У нас еще Один Телефон Наряду Саламу алейкум Добрый вечер Вы в прямом эфире В общем У меня такой вопрос Здравствуйте В общем У меня повышенная ТТГ Хотелось бы узнать Как бы Мне получается Назначили Эльтероксин Его надо постоянно Пить Или его Это временная Терапия Ага Жангенхана ТТГ Повышенный У вас Это говорит О том Что у вас Есть или Субклинический Гипотириоз Или Манифестный Гипотириоз Поэтому Нужен уровень И Во-первых Какой Во-вторых Если это Манифестный Гипотириоз Надо принимать Очень длительно И Обратиться К эндокринологу Чтобы не был Передозировка Эльтероксином И Наблюдать Нужно Каждые Три месяца Уровень гормонов А там Уже Корректировать В зависимости Какой У вас Уровень ТТГ В крови Вы Можете Консультироваться По месту Жительства Или Обратиться Наш Университет Центр Эндокринологии Мы всегда Готовы Открытые Двери У нас Мы Всегда Консультируем И Даем Соответствующие Корригирующие Терапии Вот смотрите Может ли Патологии Щитовидной Железы Как-то Связано Быть с экологией Связана На сегодняшний день Да Это Возможно Почему Это Касается Именно Щитовидной Железы Щитовидной Железа Само Знаете Был Симплатинский Ядерный Полигон Да И Есть Урановые Рудники Где Добывали Урановые Рудники Остались Хвосты Долго Живущих Родинуклидов И Они поступают В организм Человека Поэтому Именно Сегодня Есть Такие Данные Что Не только У нас И в Украине Где был Взрыв Чернобыльской Атомной Что У них Часто Среди Детей Развивается Рак Щитовидной Железы Поэтому Влияние Экологии На сегодняшний День Азрицать Мы не можем Тем более В нашем Республике Казахстан Мы обязательно Вернемся К осложнениям У нас наряду Целых два Телефона Добрый вечер Ассаламу алейкум Говорите Вы в прямом Эфире Здравствуйте Здравствуйте Откуда Вы звоните Откуда Вы к нам Звоните Я звоню Соктал Очень приятно На ребенка Как При кормлении Выслушаем второй вопрос А потом Ответим Вы в прямом Это надо Оперироваться Или нет Как вы думаете Операция Обязательно Удаление Щитовидки Да Хорошо Жангенхан Аблайло Вы наверное На первый вопрос Ответите Да И Оскар На второй вопрос Действительно Наше государство Только что я говорил Бесплатно Беременным Будущим мамам Бесплатно Выделяет Каждой области Консультативной Женской консультации Или эндокринолога Бесплатно Выделяет Йодомарин Почему Для развития Ребенка Обязательно Отрицательно Влияет Йододефицит Поэтому Йодомарин Во время Беременности В течении Всей беременности И Во время Грудного Скармливания До 4 месяцев Когда ребенка Уже щитовидная Железа Будет Полноценна Поэтому Всегда Нужно Пронимать Беременным Женщинам В течении 9 месяцев Еще 4 месяца После Родов Пронимать Йодомарин Дефицит Йода Влияет Для ребенка И Надо К сожалению Высказаться Что Если нет Йодной Профилактики Во время Беременности Иногда Врожденные Патологии Рождаются Дети Есть Миксидема И кретинизм Которые Обусловлены Именно Дефицитом Йода В организме Будущей Матери Поэтому Влияние Это очевидно Поэтому Йодопрофилактика Очень важный Вопрос Вы Обратитесь К эндокринологам Обратитесь Своей Поместной Жительства Или К нам Мы Всегда Вам Подскажем Как Принимать Во время Беременности Во временной Беременности Йодомарин Надо Принимать 200 Микрограмм В день За Полчаса До еды Это Профилактика Течения Всей беременности Нету Никакого Патологического Влияния Данного Препарата На Кормление И Важный Вопрос Еще Мы Огромное Спасибо За Этой Вопрос Я Как Раз Не Остановился Среди Учащихся Снижение Памяты Если Дефицит Йода Есть Они Задания Воспринимают Слабо И Поэтому Обязательно Надо Следить И Детям Тоже Дома Надо давать Зависимость От возраста Йодомарин Давать Нужно Это Успеваемость Влияет И Внимательность И Память Восстанавливает В этом Смысле Это вопрос Именно Практически Каждой Семье Об этом Надо думать Йода Марин Как Настольная Книга А скажем Теперь На второй вопрос Пройдемся По второму вопросу Да Прежде чем На второй вопрос Ответить Можно На предыдущую Ситуацию Согласно Литературным данным И исследованиям В том числе Очень большое Количество Зарубежных Исследований Да Как мы уже Сказали Самой главной Причиной Скажем Патологии Считывания Железы Является Это Недостаток Йода И Как бы Второй Следующий За этим Причиной Сейчас На данный Момент Из-за Именно Экологического Состояния Возникает Именно Генетические Нарушения Которые Приводят В том числе И к Раковым Заболеваниям Считывания Железы Не говоря Уже Эндемические Каких-то Заболевания Плюс Еще Скажем Наличие Каких-то Тяжелых Металлов Сейчас В воде Вообще В природе Получается Как бы Это Увеличивает Содержание В организме И вот Эти Тяжелые Металлы Они Блокируют Скажем Так Ферменты Которые Участвуют В синтезе Териодных Гормонов То есть Это Дополнение К тому Вопросу Который Был У телезрителя Отвечая На Следующий Вопрос По поводу Узлового Зоба Буквально В двух Словах Потому что У нас Еще Два Телефона Есть Хорошо Узловой Зоб Скажем Так Это Что такое Зоб Это Увеличение Разрастания Самочетовидной Железы А появление В ней Каких-то Узловых Образований Само по себе И говорит Это Узловой Зоб Для того Чтобы Точно Сказать Что нам Делать Дальше С такими Пациентами Нам нужно Провести Обследование Развязать Или рубить Ну То есть Этот пациент Он получается Прошел Полностью Все Обследование В том числе Думаю Биопсию Он тонкоигольную Прошел Где Наверняка Сказали Что там Доброкачественная Природа То есть Это я к чему Говорю К тому Что Если Заключение Тонкоигольной Аспирационной Биопсии Как бы Показывает Что там Есть природа Раковых клеток Тогда Это прямое Показание Для оперативного Лечения И плюс Это показание Для полного Удаления Щитовидной Железы В последующем Заместительной Терапии Если же Там Говорит Доброкачественное Какое-то Состояние То есть Этот узел Он не злокачественный То мы его Наблюдаем В динамике Либо Вот Сейчас В составе Жанна Блаевича В нашей клинике В медицинском Университете Мы занимаемся Лечением Консервативным Лечением Таких больных Именно Которые С узлами Щитовидной Железы То есть Мы там Проводим Определенную Им терапию Которая По нашим Данам И по нашим Исследования Сейчас Как бы Мы имеем Хороший Довольно Такий результат Поэтому Если этот пациент Как бы Потом в будущем Может Прийти к нам На обследование Обследовать То Мы бы уже Как бы Более разведуто Все это Предоставили Телефоны Разрываются Сейчас Мы ответим Да Добрый вечер Ассаламу алейкум Вы в прямом эфире У меня Диффузный узловой зод Диффузный узловой У меня Операцию Не взяли Потому что У меня Тахикария Я После этого Таблетку Не стала пить У меня Нарализовалась Вот это Сердцевение Вообще Это зод Лечится Или как У вас Понятно Что-то прерывалось Сейчас у нас Второй Второй звонок А потом ответим Да Ассаламу алейкум Добрый вечер Салеме тебе Вы в прямом эфире Здравствуйте Здравствуйте Откуда вы Вы звоните К нам Я звоню С Павлодара Вот у меня На данный момент Я беременна И у меня Диффузный токсический зод Тиреотоксикоз Какой месяц Хотел узнать Как повлиять На ребенка И что можно делать Что можно пить Все понятно Спасибо большое вам За вопросы Жан Авлайло Уважаемые коллеги Со второго вопроса Начну Во время беременности Диффузный токсический зод Не против показания Необходимо компенсировать Если вы Во время пьете Тирозол Во время пьете Другие препараты Которые назначены Эндокринологом Вы можете Полноценного Ребенка Родить И это Но Постоянное наблюдение Нужно Эндокринолога В течение Всей беременности По три Местера Надо наблюдаться У эндокринолога И есть На сегодняшний день Есть разработанные Стандарты Ведения Больных Диффузно-токсическим Зобом Во время беременности Если какие-то Есть проблемы Если есть Возможности Вы можете Обратиться к нам Я всегда Постараюсь Помочь Конкретными Вам Рекомендациями Как вести Течение всей беременности По первому вопросу Что там было По первому вопросу Там Так получается У нее диффузно-узловой зоб Да И тахикардия Не взяли на операцию Диффузно-тиффузно-токсический зоб Лечится Вы задали вопрос Зоб лечится или Да, лечится Только оперируем Когда Только что Аскар Шандалиевич Сказал Если есть рак Подтвержденный Тонкоигольной биофсии Только тогда Оперируем Остальные случаи Узловые образования Диффузно-токсический зоб Консерватив С узловым образованием Лечится И можно лечить И это Вполне Восстанавливается Функция щитовидной железы Оскар Шандалиевич Вот смотрите Здесь вопрос Об узлах зашел Расскажите Поподробнее Об этих узлах Как я уже сказал Ранее Узловой зоб Это Скажем так Появление Разрастания В самой Ткани Щитовидной железы Именно По типу Каких-то узлов На данный момент Сейчас Что из себя Представляет Узел Морфологический Это Такое образование Которое Характеризуется Именно Пролиферацией Самого Железистого Эпителия То есть Это клетки Щитовидной железы То есть По классификации Их можно Если говорить В этот То доброкачественные И злокачественные Для того Чтобы Это Дифференциальную Диагностику Провести Как я уже говорил Оговаривал Да Вот Нужно нам Проводить Тонкоигольную Аспирационную Биопсию То есть Что это На самом Это метод Который Скажем Диагностический Метод Направленный На Забор Состава Ткани Именно Вот Этого Узла Которое Мы Обнаружили У пациента И Дальнейшем С помощью Получается Шприца Шприца Или специального Пистолета Который Аспирирует Содержимое Узла С последующей Цитологией То есть Делается Нативный Препарат На стеклышке И Врачом Цитологом Описывается Структура Вот этого Полученного Результат Получается И там Мужецитолог Нам Говорит Доброкачественное Это Злокачественное Образование То есть Если мы Злокачественное То мы уже Говорили Это Операция Если Доброкачественное Дальнейшее Наблюдение Лечение Но Как Дополнение Скажу К этому Что Некоторые Исследователи И Скажем так Ну Ученые Рекомендуют Узловые Образования Вообще Это Патология Именно Больше Старшего Возраста То есть Оно Встречается И в молодом Возрасте В юношеском Да И Когда Именно Встречается В более раннем Возрасте То Они Рекомендуют Как бы Проводить Оперативное Лечение Так как Есть Исследования Которые Подтверждают Что В этом Возрасте Особенно У мальчика Высокий Риск Малигнизации То есть Озлокочисления Вот Такие Данные Существуют А так Только При Злокачественных Узлах Мы Проводим Оперативное Лечение У нас Есть Два Телефонных Звонка Добрый Вечер Ассаламу Алейкум Вы в прямом Эфире Алло Да Здрасте Здрасте Откуда Вы к нам Звоните Я сама Отозвоню У меня Такой вопрос У меня В 2013 Году У меня Токсический ЗОП И оперировали Я удалила В 2013 Году И ЗОП Могут Повторяться Может быть Мне сказали Просто У меня Чувства Сейчас чувствую Когда я Чувствовала себя До операции Вот у меня Сейчас признаки Некоторые Я чувствую Может ли Это повториться Зуб И Еще Я кормлю Сейчас Ребенка 9 Месяцев Уже Почти Ему А Я Пила Йодомарин До 8 Месяцев И Я могу Пить Продолжить Эту Йодомарин Принимать Или Обязательно Надо Сходить К врачу Это первый вопрос Так Второй вопрос Ассаламу алейкум Добрый вечер Саляме Тебе Вы В прямом эфире Моей дочери 10 лет Два года назад Нам поставили Диагноз Аутоиммунный Тереодит Вот в течение Двух лет Мы Даем Все анализы Еще МРТ головного мозга У нас уже целая папка Этих анализов У нас ТТГ гормон Показывает 100 и 133 В данное время Мы пьем Элтероксин Гормон 100 Дозе 100 миллиграмм Дальше Я не знаю Куда мне ее Показать Как дальше Ее лечить Постоянно Сидеть В этих Гормонах Я даже Не знаю Как дальше Вот Всего лишь 10 лет Очень тяжелый Случай Да Случай Первый случай Который Обратилась Кормящая мама Можно ли Эду Марин Продолжать Да Можно продолжать Только что Я выговорил Для ребенка Это полезно И это Второй вопрос Она задает Там же Повторится ли Прооперировали Да Бывает Иногда Рецидив Что такое Рецидив Это повторение Той же Клиники Той же Дифузно-токсический Зов Поэтому Нужно Вам Сдать На анализы Гормонов И сделать УЗИ Щитовидной Железы И обратиться К нам Мы решим Вопрос У вас Рецидив Зоба А в отношении Еда Марина Вы можете Не сомневаться И кормить Ребенка И принимать Еда Марин По второму Вопросу Десятилетний Ребенка Который Принимает Эльтероксин Это гормон Гормон Щитовидной Железы Который Когда Недостают Еда Марин Пронимает Иногда Бывает Пожизненная Замечтительная Терапия Но Нужно Обследоваться И обратиться С специалистом Уточнить Потому что Обращает На своем Внимание Очень большой ТТГ 100 с лишним Неимоверно большой Поэтому Нужно Установить Причины Для этого Нужно Лабораторное Обследование Нужно Провести Нужно И Тактика Лечения Надо Менять Потому что Диффузный Токсический Зов У детей Как правило Меньше Встречается Поэтому Пожалуйста Обратитесь В нашу Клинику У нас Есть Детские Эндокринологи У нас Есть Взрослые Эндокринологи И Есть Лабораторная Диагностика Которая Вам Если В городе Алматы В последующем Вы можете Взять Телефон У вас Пожалуйста Мы готов Вас Вашего Ребенка Проконсультировать И определить Тактики Лечения Дальнейшие Необходимости Какое Лечение Нужно Аскар Шандалуевич Получается Смотрите Вообще Человеку Сколько раз Надо В год Либо Сколько раз Вообще Проходить Анализ Для Профилактики Ну С Профилактической Целью Скажем Так Ну Наверное Один Два Раза В год Не Меньше Если Есть Какая Патология Узловой Зоб Диффузно Токсический Зоб Гипотериоз Да Вот Как Последний Звонок Вследствие АИТ Возможно Гипотериоз Развился У Маленькой Девочки Десять Скажем Тогда Конечно Ситуация Не Очень Скажем Приятная Ребенок Десять Лет Только Начинает Жить И Уже Такое Заболевание Это К сожалению Так Встречается И Уже Если Это Диагноз Есть То Там Уже Только Принимать Таблетки Можно Компенсировать Все Состояние То Есть Там Уже Как Бы Только Так Это Индивидуально То Есть У Каждого Пациента С Каждой Нозологической Единицей То Есть Там Раз Месяц Может Быть Раз Какие Анализы Мы Должны Сдать То Какая Там Именно Патология А С Профилактической Целью Один Два Раза В год Осмотр У Эндокринолога УЗИ Щитовидной Железы Гормоны При Необходимости Это С Такой Динамикой Получается Жанна Влайла Вот Смотрите Получается Вообще Что Нужно Получается Делать Человеку Чтобы Как То Избавиться От этих Узлов Что На Сегодняшний День Недавно Я Почитал Газету Теридологию Который Северо-западный Санкт-Петербургский Университет Выпускает Теридологию Журнал 50% К сожалению Операция Которая Проводится На щитовидной Железе Необоснованно В России Это Коммерциализация Оперативные Лечения Сейчас Сделали Коммерциализацию Только что Аскар Сандалевич Прав Он говорил Только Оперировать Оперирует Когда Установлен Рак Щитовидной Железы Остальных Случаев Узловые Образования Вылечиваются Функции Щитовидной Железы Восстанавливаются Восстанавливаются Сейчас Все пациенты Грамотные Интернет Используют Есть такая Монография Книга Называется Восстановление Щитовидной Железы Они Бесплатно Открываются Можно читать С удовольствием И говорит о том Что Щитовидная Железа Свою функцию Восстанавливает Если его Правильно Лечит Правильно Лечит Поэтому Необходимостью Сейчас К сожалению Я еще раз Подчеркиваю К сожалению Вот эта Коммерциализация Тоже вошел Казахстан И везде Предлагают Узел есть Оперируем Это будет Рак Это неверно Узловые Образования Само по себе Рак Само по себе Поэтому Нужно Обязательно Провести Дифференциальную Диагностику Тонкую Виольную Биофсию Провести И Онкомаркеры Щитовидной Железы И тогда Только Надо Идти на Оперативное Лечение Оперативное Лечение Есть Много Осложнений Много Осложнений Прежде всего Одним Из Осложнений Это Только Что мы Коснулись Это Удаление Парасчитовидной Железы К сожалению Такие Случаи Вот Недавно Двое У меня Были Послеоперационным Такими Осложнениями Помочь Я уже Не могу Потому Что Удалили Которые Необходимо Для Организма Около Щитовидной Железы Удалили Вместе Щитовидной Железы Необходимости Оперативное Лечение В том Случае И в другом Случае Не было Оперативное Лечение Только При При Установленном Раке Последствия Ждут Если Человек Действительно Вовремя Не обратиться К Специалисту Какие Могут Быть Осложнения Если Он Вовремя Не начнет Лечиться Не возьмет Себя В руки И не пойдет Может Многие Из людей Как-то Старонятся Может Стесняются Какие-то Вот такие Незамысловатые Барьеры Есть В человеке В каждом Что делать В этот момент Ну Конечно Если Имеет Вместе Такие Ситуации Это Конечно Приведет К таким Нарушениям Щитовидной Железе К таким Патологиям Которые Мы уже Здесь Оговаривали То есть Начиная С эндемического Зоба И Заканчивая Конечно Таким Плачевным Заболеванием Как Рак Щитовидной Железы Ну Конечно Пациентам Нужно Наблюдая Как бы Проходить Обследование УЗИ Щитовидной Железы В принципе Это Не инвазивный Недорогой Метод Он Абсолютно Безвреден Даже Беременным Как бы Делается Да То есть Там Противопоказания Таких Абсолютных Относительных Нету Зато Это На 100% Скажем так 90-100% Да Если говорить Статистически Он Дает Информацию О состоянии А именно О качественном Состоянии Самой Щитовидной Железы То есть 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 Предпосылки К тому Что Там Зарождается Какая-то Патология Или Она Уже Есть Или В принципе Пока Ничего Нету Можете Как бы Ну Придти Через Год Абсолютно На долю Эндокринной Полигон Да Вот Такие Ситуации Нам Нужно Часто И Как я Уже Говорю Хотя Бо Два Раза В Год Или Один Раз В Так Мне 40 Лет Мне Мне Поставили Вторичное Бесплодие Это Зависит От Щитовидной Железы Да Да Это Влияет На Это Влияет Щитовидная Железа Что Вы Мне Посоветуете Спасибо Жангенхан Ага Да Влияет Во Первом Щитовидная Железа При Щитовидной Железе Нарушается Менструальный Цикл Первый Второй При Патологии Щитовидной Железы Особенно Если Гипофункция Щитовидной Железы Беременность Наступает Очень Сложно Поэтому Если Вам Поставили Вторичное Бесплодие С Функцией Щитовидной Железы Это Возможно Связано Наши Клиники Плотной Занимается Проблемам Бесплодия Которые Связаны Эндокринной Системой В том числе Щитовидной Железы Вы Можете Полноценно Получить Консультации И лечиться В нашей клинике Вот на сегодняшний день У нас в клинике Четверо Наших гостей Лечится По поводу Вторичное Бесплодие И Среди них Есть молодые И Рожавшие Женщины Которые Именно Связаны Был С Функцией Щитовидной Железы Я думаю Что Здесь Надо Обратиться К специалистам Вот и 50 минут Целый час Подошли К своему Логическому Завершению Поэтому В конце Нашей программы Буквально Пару Фраз Советов Нашим Дорогим Телезрителям Есть Такое Пословице Если Гормоны Будет В пределах Нормы В жизни Будет Гармония Поэтому Не стесняйтесь Обращайтесь К эндокринологам Просто Обследуйте Содержание Ваших Гормонов Тогда Я думаю Что Проблема Меньше Будет У всех Ну да Как Говорится Гормоны Правят Миром Один Нобелевский Лауреат Как бы В своем Выступлении Говорил Что Лучше Предупреждать Болезнь Чем Потом Заниматься Лечением Особенно Это касалось Онкологических Онкологических Заболеваний Дорогие Телезрители В конце Программы Хотелось Бы Сказать Если У вас Появились Действительно Небольшие Изменения В щитовидной Железе То Это значит Ну скорее всего Настало Пора бить Тревогу И вам Нужно будет Обратиться К квалифицированному Специалисту Чтобы он Действительно Осмотрел Вас Или даже Просто Проконсультироваться У него В крайнем Случай В год Один или Два раза Сделать Диагностику Ну а с вами Была Программа Макс Демаселе Берегите себя Своих близких До скорых встреч Ассаламу алейкум Девушки отдыхают Девушки отдыхают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...